Это примитивная теоретическая равновшимость в самом начале развития, между прочим. Это не на высшей степени. Ладно, теперь пойдем дальше, а то я увлекся, но может быть интересно, но время бежит. Следующий вопрос. Ну здесь спрашивают, поделитесь ваше мнение по Народному фронту плюс Единая Россия. А во-первых, думаю, мнение, поживем, увидим мнение, но, по крайней мере, большинство из них, почему был создан Народный фронт? Потому что те, кто создавал Народный фронт, прекрасно понимают, что многие в Единой России уже прогнили, правильно? Они хотят, кстати, создать, влить свежие силы, чтобы, знаете, как свежую кровь добавить, и такими оздоровели нервными, как раньше в молодости кровь пили, свежую добавили, и тем считали, что, помните, были такие представления, что обновить кровь, и человек помолодеет. Гнилость, которой уже там очень многие поражены, добавлением людей, не зараженной гнилостью, к сожалению, поможет. С моей точки зрения, потому что нужно менять менталитет, в которых людей существует, чтобы они перестали быть гнилыми. А вопрос, понимаете, да? Поэтому сомневаюсь, что это многое что изменит, но все-таки, надеюсь, хоть кто-то там сможет выстоять соблазм и не превратиться в гнилых, как те, которых они должны заменить. Это могу сказать пока на данный момент. Но, опять-таки, с моей точки зрения, нужно менять саму парадигму мировоззрения. Пока существует паразитическое мировоззрение у людей, ничего не изменится. В этом плане есть хорошая китайская легенда про дракона, который сколько витязи пытались победить. Помните, даже сказка была сделана хорошая, между прочим. И что-то мальчик, черепаха помогает, находит волшебный меч, идет, сражается, побеждает дракона. И слуга дракона говорит, вот теперь ты владитель, вот твоя сокровищница. И этот мальчик идет в сокровищную, видит богатство. И случайно обратил внимание на зеркальный щит и увидел, что он начинает меняться, превращаться в дракона. Потому что, если человек нравственно и духовно не вырос, попадая в такую ситуацию, он не устоит против соблазна, какой-то огонь, воды и медной трубы. Большинство людей не готовы. Они должны пройти путь не потому, что невозможно, а потому, что для того, чтобы выстоять против этого человека, должен пройти превращенную эволюционную дорожку. И если он не прошел, то ему выстоять против невозможно. Поэтому для того, чтобы люди, которые должны служить народу, служили народу, нужно находиться в людях, которые выросли и несут ответственность, в первую очередь, не только за себя, но и за свой народ и так далее. Народ, которому они должны служить. А у нас перепутали, кто кому служит, не так ли? Поэтому я, например, всегда говорил, я не считаю, что все должны быть одинаковые. Вот мы сидим здесь все, есть хоть два одинаковых человека, ну, исключение Березнецов, так? И то есть некоторые отличия. Нет. Разве плохо? Наоборот, это замечательно. Просто каждый человек должен иметь право, равное право максимально себя реализовать. Но за него никто реализовать его не будет и не сможет. Это не значит, что все достигнут одного и того же результата. Это тоже дурость. Но если каждый человек максимально реализует себя, то он уже выиграл и выиграли все. Поэтому я считаю, что... Я не против, что были люди богатые. Но я говорю так. Если человек богатеет, и богатеет его народ, и богатеет его страна, я только за. Но если человек богатеет, и его народ нищая страна разрушается, вот это отрицательные, это социальные паразиты, которым нужно беспощадно бороться. Потому что если человек беспокоится о своей родине, он будет создавать условия для других людей человеческие, да? Вот все кричат, мы должны сравнять цены европейские внутри России, да? Да-да, слышали, да? Цены должны быть одинаковые во всем мире. Да ради бога. Только давайте и зарплаты сравняем во всем мире. Какие зарплаты у большинства людей, особенно в провинции? Четыре, три, пять тысяч, шесть, десять. А цены мировые. Так вот, если бы людям, которые должны платить по мировым ценам, платили зарплаты, как платят даже простым работающим в Европе, в Америке, зарплату там полторы-две тысячи долларов в месяц, по мировому, да? Тогда, конечно, не шоковали, но было прилично. Правильно же? А когда человек получает там сто, двести, триста долларов в зарплату и коммунальные платежи забирают все остальное, а ему еще навязывают мировые цены, знаете, как получается странно? Одну часть говорят, а другую часть не говорят. Так вот, цены должны быть не мировые, а пропорционально уровню жизни, зарплаты. Вот если зарплаты такие, цены должны быть соответственными. Или одно, или поднимайте зарплаты, или упускайте цены. Третье не дано. Но почему-то зарплаты не поднимают особенно, да? Но зато цены поднимают. Вот мы должны войти в семью на вторую организацию. Зачем? А для этого мы должны выровнять мировые цены. Неплохо. А зачем нужно это в то? И так все отношения у нас, да? Теперь еще больше будут сидеть. И людей и так в России, так сказать, с их зарплатами вымирает. Так если еще в то вступим, то есть будет на все, на все мировые цены с нашими зарплатами. И что получится? Вымирать люди будут гораздо быстрее. Правильно? Так вот, чтобы люди быстрее вымирали. Вот это задача ввода России в то. Но поднимите зарплаты или сделайте внутри страны цены в соответствии с пропорцией зарплаты. То есть если зарплата 5000 рублей, то мясо должно стоить не больше 40-50 рублей за килограмм. Правильно? Вырезка. Сколько мясо стоит? Ну, до 450-500 рублей в Москве. То есть в 10 раз дороже. Вот и сделайте все так. Тогда будет более-менее честно, не так ли? Но опять-таки это экономика, которую, к сожалению, большинство людей не разбираются. И не понимают, что все связано именно, как я говорю, и даже больше просто времени нет, чтобы полностью развернуть это и так далее. Ну, продолжим следующий вопрос. Он тоже напечатан на вопросы. Бывали ли вы в Шамбале? Где находится? Кто имеет доступ? Как попасть? Раскрыть и комментируйте. Ну, вы знаете, я там бывал, только не физически. Это долго тот телепат. Если честно.